Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха и МакФлай. Сегодня речь пойдет о недвижимости, о недвижимости в Республике Крым. Давайте начинать. С чего вдруг я решил взять такую тему? Это все очень просто. На прошлой неделе мы отмечали большой юбилей, семилетие воссоединения России и Крыма. Так как я телевизор не смотрю, то, собственно, это событие прошло, мягко говоря, мимо меня. Ну, видел я пару постов где-то в социальных сетях на эту тему. Однако я решил посмотреть, что же происходит на рынке недвижимости в данный момент в Крыму. Ведь я думаю, что многие мечтают продать квартиру здесь, переехать в Крым и на пенсии наслаждаться солнышком и морем. Но прежде чем мы перейдем к конкретным примерам и конкретной стоимости конкретных квартир, для начала несколько слов о в целом ситуации на рынке недвижимости. Ну, во-первых, цены на недвижимость в Крыму растут. Растут постоянно, растут непрерывно последние 7 лет. И на данный момент в некоторых местах цены уже приближаются практически к уровню московских. Во-вторых, по статистике за прошлый год 65% всех сделок с недвижимостью в Республике Крым были произведены не жителями Республики Крым. То есть квартиры в Крыму активно скупаются теми же самыми москвичами, которые как раз и хотят на пенсии жить в Крыму, ну или просто такой вариант вложить свои денежки. Третья особенность рынка недвижимости Республики Крым заключается в том, что Крым не одинаковый. Есть степные части, где недвижимость достаточно дешевая, и практически каждый житель нашей страны может позволить себе купить там домик или квартиру. Есть прибрежные, курортные территории, где как раз-таки цены приближаются к московским. Еще один важный фактор, влияющий на цены на квартиры, это вода, точнее ее отсутствие. Но она отсутствует практически на всей территории Крыма, подается по расписанию, и в какой-то степени этот фактор сдерживает рост цен на недвижимость. Давайте же переходить к конкретным примерам. На сегодняшний день в Республике Крым, если судить по объявлениям, продается около 11 тысяч квартир и примерно 12 тысяч домов. Самый дешевый из них, естественно, на территории так называемого Степного Крыма. Это не предбрежная территория, это те территории, которые чуть ближе к границе с Украиной. Здесь цена жилплощади начинается, ну если мы говорим о квартирах, то это где-то 300 тысяч рублей, домики здесь вообще можно купить за 100 тысяч рублей. В целом этот район малопригодный для жизни, как сказала одна моя знакомая, там совершенно нечего делать, отвратительный климат, до моря далеко, и из дел это только курицу вырастить, ну или дерево посадить. Как только вам надоест выращивать куриц и сажать деревья, то там совсем нечего делать. С другой стороны, может вы и хотите выращивать куриц и сажать деревья в Крыму, так что вот вам, пожалуйста, Степной Крым. За примерно 600 тысяч рублей можно купить там неплохую квартиру. Поговорим о прибрежной части на примере Ялты. Многие считают, что это самый лучший город в Крыму и самый лучший город в России для отдыха. Итак, сколько квартира стоит в Ялте? Однокомнатная квартира в Ялте начинается от 2 миллионов рублей. Но нужно понимать, что это будет не новая квартира и не очень близко к морю. То есть, ну какая-нибудь хрущевка 60-х годов будет как раз-таки стоить 2 миллиона. По меркам всей остальной страны это дороговато на самом деле. И продать свою квартиру где-нибудь в Воронеже и купить себе квартиру в Ялте уже может себе позволить далеко не каждый человек. В среднем же квартира в Ялте стоит от 4 где-то миллионов до 7-8. Это средняя хорошая цена квартиры, которая близко к морю, ну или квартиры в новостройке. Ну а самая дорогая квартира на сегодняшний день в Ялте, квартира стоимостью 35 миллионов рублей. Это новый жилой комплекс, он находится прямо на берегу Черного моря с потрясающим видом. Естественно, есть своя парковая зона, невероятно красивые лифты, там дворовые территории. Ну все, что можно, квартира, самое главное, что квартира 114 квадратных метров и без отделки. Собственно, вот так, друзья, обстоят дела с квартирами в Крыму по истечению 7 лет после воссоединения с Россией. На данном этапе практически каждый россиянин может себе позволить купить там квартиру, только это будет квартира в степной части. Придется терпеть отвратительный климат, отсутствие инфраструктуры и воды. Хотя, с другой стороны, воды не будет и в квартире за 35 миллионов. Это был Миклуха Макфлай, друзья. Живите там, где вам нравится. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.